И у Байлер на связи к X-Contest, Лёха Матрас, FlyWhite, тестируем Nike Zoom Freak 4. Let's go! На тесты кроссовки нам предоставил магазин Sneaker Time. Это проверенный онлайн-магазин из Петербурга. С ребятами мы лично познакомились. Они имеют отличный баскетбольный ассортимент. И также готовы найти ту самую модель, которую вы хотели, и отправить в любую точку. Ссылки на магазин в описании. Четвертые фрики идут четко по своему размеру. Вполне подойдут игрокам с широкой стопой и высоким подъемом, так как тут классическая язычковая система шнуровки. Плетение корпуса очень легкое и податливое, ничего не сковывает движение. А в пятке много набивки, благодаря чему ноги внутри мягко, комфортно и нет каких-либо напрягающих факторов. Соответственно, времени на разбивку не требуется, можно сразу вырываться в бой. Что касается вентиляции, то боковая сетка на фриках чуть ли не прозрачная и отлично пропускает воздух. Но проблема в том, что внутренний сапожок практически полностью ее заслоняет. Но несмотря на это, нога в четвертых фриках все-таки не так сильно жарится. И иногда при беге чувствуется, как воздух поступает в кроссовки. Так что балл за это снижать не будем. За амортизацию в четвертых фриках отвечает широкий баллон Zoom Air в носовой части. Здесь они решили его показать по бокам и даже снизу. Так что если вдруг и решили надеть эти кроссовки на улицу, то будьте внимательны, чтобы не наступить на какой-нибудь гвоздь и не проткнуть баллон. В пятке же просто добротный слой классической пены филон. Это сочетание в четвертых фриках работает максимально эффективно. С гашением ударной нагрузки кроссовки справляются, как в носовой, так и в пяточной части. При этом не потеряно чувство корта. И вот кстати эти кроссовки я бы вполне себе рекомендовал данкерам. Сам в них назабивал всего. Все хотел как-то развить свой крейдл и забил такую штуку. А потом такой, а почему бы не попробовать и забил такую штуку. Рабочее название Rock the Cobra. Протектор выполнен в виде множества волнистых линий, а сам материал довольно жесткий. Скрепят они через раз. Но надо сказать, что четвертые фрики имеют отличное сцепление с кортом. Я поиграл на разных покрытиях и везде они вгрызаются в паркет. Дают сделать хороший первый шаг и резкую остановку. Получили море обратной связи по поводу фиолетовых лонгов с капюшоном? Да, мне он самому очень зашел. Я постоянно в нем тренируюсь, играю, выступаю на данк-контестах, забиваю новые данки и кайфую от него. Поэтому для тех, кто не успел их заказать, мы продлеваем предзаказ чисто на них до 31 декабря с отправкой после каникул, где-то в 20 числах января. Материалы простенькие, бюджетные, но не сказать, что выглядят кроссовки плохо. Ну и ценник у них по идее не завышен, от 107 долларов ритейл прайс. Пресс-форма Митсоли также служит еще и бортиками кроссовок. С внешней стороны в них встроен пластиковый свуш, с внутренней он вышит. По качеству сборки, кстати, нет никаких претензий, нитки и клей не торчат, все сделано качественно. Места сшивки двух материалов запаяны во фьюз. Это как раз на местах сгибов. Вообще это норм, но в телеге, когда собирали отзывы, чел отправил фото и говорит, что месяц в них отбегал. Возможно там какой-то лютый зверь, но я в них на самом деле больше отбегал и отыграл, чем обычно даже. И намеков на такие разрывы нет. Вес кроссовок в размере 12 US составил всего лишь 411 грамм. И это действительно очень легкие кроссовки, которые практически не ощущаются на ноге. Митсоль, которая также служит бортиками кроссовок, фиксирует стопу и не дает ей выезжать за пределы кроссовка. Носок не болтается, пяточный стакан жесткий и пятка внутри кроссовок не гуляет. Вдобавок к этому кроссовки довольно устойчивые, подошва сильно расширена и боковой аутригер здесь добротный. Никаких стабилизирующих пластин здесь к сожалению не наблюдается и четвертые фрики подвержены скручиванию. Это конечно косяк, но если брать в целом, то безопасность здесь не провалена. 87 баллов набирает Nike Zoom Freak 4. Мы всегда накидываем или снижаем 1 балл за оправданные или неоправданные ожидания от модели. Иногда за универсальность, иногда за экологичность. Здесь хвала фриком в том, что линейка не стоит на месте. Мы все помним с чего все начиналось и совсем все было плохо. Но к четвертой модели это уже действительно крутые кроссовки, которые попадают в топ. И накинули мейм балл за прогрессивность и универсальность. Потому что действительно эти кроссовки подойдут игрокам на любой позиции. Каждый сможет раскрыть в них свой потенциал. И плюс, они разрушили миф о том, что кроссовки в которых я забиваю новый данк обязательно проваливаются на тестах. Вся основная движуха связанная с проектом в Телеграме. Предзаказ лонг сливов доступен на сайте kickscontest.com. Также вещи бренда kickscontest доступны на Wildberries. С вами был Леха Матрасу Лай Уайт. Всем пиз. Кушайте супчик.